Три недели отдыха и лечебных процедур с российских курортов прибывают жители округа, отдохнувшие по путевкам мать и дитя. На завершающей стадии населенные пункты Ненецкого округа доставляют последние партии топлива. С главными событиями к этому часу в студии Оксана Ульяновская. В Ненецком округе завершается кампания по доставке в населенные пункты годового запаса топливно-энергетических ресурсов. Уголь, технические масла и смазки доставлены во все населенные пункты, кроме Бугрино, что составляет 99% от плана. Поставка недостающего объема топлива в поселок запланирована на сентябрь. В течение двух недель муниципальное предприятие «Севержилкомсервис» планирует доставить недостающий объем дров в Нельминос, Коротайку, Интигу, Бугрино, Тельвис, Кувар, Накакую. Поставка дизельного топлива выполнена на 79%. Им уже обеспечены все населенные пункты, кроме Великовисточного, Амдормы и Бугрино. Как пояснили в Департаменте строительства ЖКХ, энергетики и транспорта Ненецкого округа, стоимость доставки одной тонны угля обходится предприятию в 7606 рублей. Сумма складывается из затрат на доставку общего объема угля по реке, морю и стоимости самого угля. Население уже эта тонна реализуется по стоимости более 2000 рублей. Недополученные доходы «Севержилкомсервису» компенсируются из окружного бюджета. Около тысячи пенсионеров Ненецкого округа стали участниками социальной программы «Высокий возраст». Напомню, Акционерное общество «Мясопродукты» запустило проект 1 августа. Теперь пенсионеры старше 65 лет могут приобретать продуктовые наборы из восьми наименований через сеть фирменных магазинов со скидкой. Для этого предприятие выпустило специальные дисконтные карты. Прием заявлений на выдачу персональных карт продолжается. По информации директора «Мясопродукты» Тамары Критской, 960 пенсионеров округа подали заявление на получение дисконтной карты «Высокий возраст». 768 из них уже получили готовые карты. По предварительным подсчетам всего участниками программы могут стать 1500 пенсионеров старше 65 лет. В ежемесячном перечне товаров, которые пенсионеры могут приобретать по дисконтным картам, восемь наименований. Это фарш оленей, колбаса бандарской, котлеты местного производства, суповые наборы, масло растительное, макаронные изделия, мука высшего сорта и крупы. По карте доступны две скидки – 20% на сопутствующие товары и 5% на продукцию собственного производства. Для получения дисконтной карты необходимо обратиться в основной офис мясопродуктов по улице Юбилейная, при себе иметь паспорт. Граждане, подавшие заявление до 1 августа, могут получить карту в магазине, отмеченном в заявлении. Три недели отдыха, солнца и лечебных процедур. С российских курортов прибывают жители округа, которые отдохнули по путевкам мать и дитя. В этом году было закуплено 868 социальных путевок, которые предоставляются детям и их родителям для повышения здоровья и иммунитета. О том, где и как отдыхали жители округа – в следующем материале. После отпуска в семье Малащенко жизнь бьет ключом. Надо разобрать вещи после поездки, подготовить детей к школе и садику, успеть сходить за грибами. Энергии хватит на всё. Отпуск семья провела в Кировской области, которая славится своими санаториями. Семья отдыхала в посёлке Митино по путёвкам мать и дитя. На самой территории корпуса есть озеро, там купатель. Гулять там хорошо, природа. Гулять хорошо, охрана, всё это есть. В лесу малина, ягода. Лес очень хороший, а так как на юге жару не очень переносим, средняя полоса очень хорошая. Закаливание, соляные камеры, хвойные ванны, бассейн и массаж. После этих процедур семья забывает о простудных заболеваниях как минимум на полгода. Как говорят супруги, санаторий удобен для отдыха с детьми. Процедурные кабинеты находятся в жилом корпусе, так что далеко ходить не надо. Есть парковка и для автомобиля. Так что семейную Неву, на которой семья приехала в Митино, было куда поставить. Если будет возможность, обязательно приедут поправлять здоровье именно в Митино. Хотя более популярен у жителей округа отдых на море. В этом году на Черноморской побережье было закуплено 729 путёвок. В Кировскую область – 49. Уже не первый год Ненецкий округ сотрудничает с санаторием «Делуч» в Анапе, который получает положительные отзывы отдыхающих. Своими впечатлениями о санатории и отдыхе в нашей студии поделилась Анна Цепилова. У меня очень хороший номер был. Мне повезло, я как в царских палатах жила. Девочки рассказывали, я в 6-м корпусе жила, вот в морском я говорю, а девочки жили в 3-м. У них тоже всё очень хорошо было. У них были кроватки там, кресло, зеркало, телевизор, маленький холодильничек. Но небольшие у них такие, не знаю, там по 20 метров квадратных было. А у меня большое. Да, отдых прошёл замечательно, честно, я очень благодарна. Действительно, на ура. На ура, это приятно, это море, это новые взгляды и мои, и ребёнка. Это событие какое-то, я тоже так считаю. Потому что одно дело, как мы принимаем, мы уже взрослые. Другое дело, насколько позитива дети получают от того, что они выезжают. Они взрослеют, они больше видят, они растут, развиваются. Я очень благодарна, спасибо большое. Сегодня в Департаменте здравоохранения, труда и социальной защиты подводят первые итоги летней оздоровительной кампании 2016. К середине августа прошли оздоровление и находятся на курортах 411 детей и 348 родителей. В этом году очередь 2014 года закрыта полностью. Специалисты отмечают, не обошлось и без отказов от бесплатного летнего отдыха. «Отказались от 181 бесплатной путёвки. Это 100 детей и 81 родителей. Причины в основном объективные. Ну, есть действительно не объективные, когда отказываются сроки, близкие к отъезду, что усложняет, в принципе, переспределить эту путёвку. И на сегодняшний день у нас свободно 18 путёвок на Черноморское побережье, три путёвки на Кавказ и одна путёвка в среднюю полосу России в санаторий Митино». Отдохнули этим летом и 236 детей, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Для них были закуплены путёвки в санатории имени Крупской в Железноводск. Благодаря финансированию из федерального бюджета в размере более 2 миллионов рублей была дополнительно набрана группа отдыхающих. В настоящее время 27 детей в сопровождении трёх взрослых отдыхают в детском лагере пансионата «Юбилейный» Туапсинского района. Более 100 детей из числа спортсменов, отличников и активистов этим летом отправлены на сборы и для участия в тематических сменах международных и всероссийских детских центров. Всего этим летом за счёт бюджетных средств отдохнёт каждый пятый ребёнок Ненецкого округа. Валентина Чибичик, Леонид Шушелов, Телеканал «Север». За полгода ненецкие рыбаки выловили почти 7 тысяч тонн рыбы. Наша съёмочная группа побывала на одном из рыболовецких участков и пообщалась с рыбаками со стажем. В России выбирают лучшую семью. В Ненецком округе стартовал региональный этап с российского конкурса «Семья года». Ярмарка некоммерческих организаций Ненецкого автономного округа пройдёт в Нарьинмаре 11 сентября. В числе основных мероприятий – ярмарки, акции, мастер-классы, выступления творческих коллективов. На сегодня в регионе действует 170 некоммерческих организаций, 60 из них – социально ориентированные. Единая площадка объединит социально ориентированные некоммерческие организации региона с целью демонстрации их потенциала проектов, а также обмена информацией и опытом работы, в частности, в сфере оказания социальных услуг. Открытое для гостей и жителей округа мероприятие пройдёт во Дворце культуры Арктика 11 сентября с 12 до 16 часов. Заявки от потенциальных участников принимаются до 25 августа в Департаменте региональной политики НАУ. Подробную информацию о проведении ярмарки «Мастерская НКО» можно получить по телефону 2 15 66. В Ненецком округе стартует региональный этап всероссийского конкурса «Семья года». Это первый всероссийский конкурс семей, который проводится в стране в рамках реализации концепции государственной семейной политики. Ненецкий округ вошел в число 60 регионов участников. Региональный этап конкурса пройдёт с 18 августа по 20 октября 2016 года. За звание «Семьи года» поборются в пяти номинациях «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая семья России» и «Семья-хранитель традиций». Победители представят Ненецкий округ на федеральном уровне. Заявки от участников НАУ будут приниматься до 14 октября. В числе конкурсных требований подготовка презентации «Моя семья, моя гордость» или пятиминутный видеосюжет на эту тему для жителей отдалённых сёл. Победителей регионального этапа выявит экспертная комиссия конкурса. Заседание и рассмотрение представленных на конкурс пакетов документов состоится 20 октября. Организатор конкурса «Семей» в Ненецком округе региональный центр молодёжной политики и военно-патриотического воспитания молодёжи. За полгода ненецкие рыбаки выловили почти 7 тысяч тонн рыбы в морских и внутренних водоёмах. Это навага, щука, сик, платва, ясь, пелец и другие виды рыб. Сегодня в округе этим промыслом занимается 7 рыболовецких колхозов и 83 индивидуальных предпринимателя. На одном из рыбных участков побывала наша съёмочная группа. О тех, кто связал свою жизнь с самой романтичной и мужественной профессией, расскажет Любовь Пермякова. В 80 километрах от Наринмара вверх по Печори бригада Валерия Христолюбова ведёт промысел на одну из самых ценных видов сеговых рыб – ряпушки. У нас её называют зельдь. А за сегодня сколько уже поймали? А вот мы первый славу поделали. Тяжело так вот целый день? Ну, так как нелегко. Рыбацкий трупик – это тяжело и очень. А вы давно работаете? Около 30 дней до этого. Вы сколько рабочий день начинаете? А у нас ненормированный день. То есть целый день можете? Мы там целый день можем, сутки. Сутки на воде, в любую погоду, в любое время года. Природа отпуска не даёт. А Печора любит сильных и выносливых. Таких в бригаде Валерия Николаевича восемь. Рыбаки – профессионалы. Рыбу ловят не первый год, видно по рукам. Кожа задубевшая от ледяной воды, от бесконечных километров сетей, пропущенных через ладони. У нас обыденная жизнь. Да, с утра до вечера. С утра до вечера, целый день. Кидаем, кидаем, выбираем. Такая обыденная жизнь у рыбаков длится долгие месяцы. Непромокаемый прорезиненный комбинзон защищает от ветра и воды. А вот душу от длительных разлук с семьёй спасает домашний уют. В 10 минутах езды от Печоры у рыбаков есть частное подворье. Добираемся туда на уазике с поваром бригады Олегом Осипенко. На горизонте виднеется хозяйство рыбаков. Вообще впечатляет, словно попадаешь в маленькую деревню. Пёс Паниель по кличке Косой дружелюбно встречает нас у порога. Лапа подаёт. Всего на территории рыбной точки несколько жилых домов. Есть мастерская, подсобные помещения, баня. Заходим в самую большую избу. Ой, у вас тут прям целый дом, да? Конечно. Мы здесь живём. А дом откуда привезли? Из республики Коми привезём всё. Насколько рассчитан у вас дом? Так, ну, человек 8 живём. Здесь у нас обеденный большой стол. Дружно живёте? Бригада-то уже, наверное, сложилась за несколько лет. С годами, да? Да. Уже, наверное, как родственники? Да. Живут ребята дружно. Многие работают здесь на протяжении пяти. А кто и больше? Десяти лет. Режим выработан годами. Ну, стоим мы в часов девять, потому что поздно ложимся. Завтракаем. Кто кофе, кто чай. И уже Валерий Николаевич распределяет, кто куда. И выезжаем на свою работу. Ну, я повар, я остаюсь, соответственно. А ребята все по лодкам, кто куда. Вот и сегодня для своих коллег-рыбаков Олег Юрьевич готовит обед. А на обед что готовите? Ну, какое? Суп, борщ, потом что у нас ещё бывает? Уха. А любимое блюдо какое? Бросят что-нибудь там, например, да, приготовить? Нет. Обычно что изготовлено, то и едят. Саму и рады, да? Да. Вот такие они, рыбаки земли Ненецкой, неприхотливые, с железной волей, для которых рыбалка – это не только хлеб, но и особое состояние души. Благодаря их труду живёт и развивается Ненецкий автономный округ. Любовь Пермякова, Вадим Носкин, телеканал «Север». Для сохранения и изучения популяции птиц. С острова Колгоев вернулась международная экспедиция. Орнитологи провели кольцевание птиц и закрепили на пернатых спутниковые передатчики. Студенты из Ненецкого округа проложили маршрут нового экскурсионного тура в Пустозерске. Молодёжный волонтёрский эколого-краеведческий лагерь завершил полевую работу на территории древнего городища Пустозерск. Его участники уже вернулись в Нарьинмар. В их числе студенты Ненецкого профессионального училища и социально-гуманитарного колледжа имени Ваучейского. За период работы лагеря волонтёры привели в порядок территорию у реки Гнилки, Пустозерского городища, мыса Виселищного и музейного комплекса в деревне Устье. Это самая большая, убранная волонтёрами территория за всю историю организации палаточных лагерей в Пустозерске. Они проводятся с 1997 года. Кроме того, студенты опробовали будущий маршрут экскурсионного тура, который разрабатывает музей-заповедник в рамках проекта «Древними дорогами Пустозерия». Ребята подготовили тропы, промаркировали точки маршрута, определив GPS-координаты мест, где будут установлены информационные модули. За 20 дней, проведённых в лагере, окружные студенты также поучаствовали в археологических раскопках на Югорской сопке. С Колгоева вернулась международная экспедиция учёных Института географии Российской Академии наук совместно с немецким институтом орнитологии Макса Планка. На острове работали 12 специалистов из России, Германии, Нидерландов, Индии и Литвы. За 10 дней орнитологи окольцевали гусей спутниковыми передатчиками. Основная задача экспедиции – изучение миграции гусей и охрана основных мест обитаний водоплавающих птиц Российской Арктики. Маршрут экспедиции прошёл в Верховьях Песчанки, в центре острова Колгуев. Там очень много озёр, которые считаются излюбленным местом для линьки гусей. Остров Колгуев – это уникальный остров. Здесь гнездится большое количество гусей. Это несколько видов. Это белолобый гусь, гуменник, белощёкая козарка. И здесь довольно-таки высокие плотности гнездования. Это уникальный остров вообще для округа. Здесь самые большие плотности гнездования. Поэтому, собственно, этот остров был выбран для наших исследований. И он очень важен, собственно, для популяции гусей европейских, которые зимуют в Европе. Аналогичное исследование с кольцеванием белолобых гусей и гуменников проводилось в Ниньском округе в 2013 году. В 2015 году немецкие орнитологи сняли документальный фильм о дикой природе НАО. В этом году проект был поддержан грантом National Geographic. Для кольцевания птиц было закуплено 60 спутниковых передатчиков и цветные метки, которые закрепляются на шее гусей. В округе обитает порядка 150 видов птиц, большая часть которых гнездится на территории региона. Мы продолжаем следить за событиями 31-х летних Олимпийских игр в Рио. На соревнованиях по греко-римской борьбе золотую медаль получил представитель Ямала-Ненецкого автономного округа Давид Чаквитадзе. Победил украинца Жанна Белюника со счетом 9-2 в финальном поединке Олимпийского турнира борцов греко-римского стиля в категории до 85 кг. Для инструктора регионального центра спортивной борьбы в Таркасале это первое выступление на Олимпиаде. Путь к золоту Давид Чаквитадзе начал с 1-16 финала. Схватка с азербайджанцем Тахмасиби оказалась для него самой сложной. Остальные три соперника Давида были пройдены более уверенно. Специалисты подчеркивают, действующий чемпион мира Жан Беленюк является серьезным соперником. Но в национальном отборе Давид Чаквитадзе победил не менее серьезного Алексея Мишина. Также ямальские спортсмены выступают в мужской сборной России по волейболу. Вчера наша команда, в составе которой числятся ямальские волейболисты из клуба «Факел», Егор Клюка и Дмитрий Волков обыграли своих соперников в четвертьфинале команду Канады со счетом 3-0. Теперь россияне сыграют в полуфинале с командой Бразилии. Матч состоится 20 августа. На этом пока все. Увидеть новости можно и на нашем сайте адрес trk.sever.ru. Далее прогноз погоды.